Привет, ребят! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон, и сегодня у меня очень здоровый мукбанг. Так как я сейчас на диете, я решил, что теперь у меня мукбанги будут более-менее здоровые, поэтому сегодня у меня, пускай это будет повторение парижского мукбанга, но сегодня очень красивый набор вкусных-вкусных креветок. Я хотел, знаете, просто поесть креветок с соусом и попить просто лимонной воды, и я думаю, это будет просто замечательно. Ах, господи! Мама звонит. О, боже мой, знаете, какой красивый набор, да? Креветки и соус с чили. Господи, как же это классно! Мне сейчас надо сомнел сделать. Знаете, такой интересный момент, когда я был у своей сестры во Франции, отдыхал, мне чуть-чуть надо поднять, наверное. Да, вот так лучше. Все. Ребята, вы знаете, когда я был у своей сестры во Франции, у них есть великолепные соусы магии. Это hot and spicy, это самый вкусный соус, который я вообще пробовал в принципе. И это, конечно, добавка для чего-то. Обычно я кладу это для соуса или одна из компонентов заправки для салатов. Но, боже мой, я туда просто беру и макаю или морепродукты, или курочку, или мясо. Господи, это самое вкусное, что может быть в принципе. Сейчас я открою во-первых свой чили соус. Это у меня для креветочных отходов. Есть хочу, не могу. Сегодня мама мне звонит. Антон. Она там, знаешь, там говорит имя. Я говорю, ну знаю этого человека. Короче, это был священник в одной из православных церквей моего города родного. Она говорит, умер сегодня утром. Я говорю, мама, там же вроде сорока не было. Она говорит, сорок два. Я говорю, а чего умер? Она говорит, ну потому что человек начинал день от бутылки водки, заканчивал второй бутылкой водки. Каждый божий день человек бухал. Для меня, знаете, сразу немножко такое. Хорошо, что я бросил. Знаете, бросил не то, что я никогда не пью, например, водку. Никогда не бухаю таким тяжелым этим. Господи, вот только посмотрите. Господи. Как же это все вкусно. Но вот такие вот моменты заставляют вас немного задуматься, что можно и в сорок семь откинуть копыта, так потому что любишь водку сильно хорошо. Господи. Если вы где-то увидите Hot and Spice Maggi, попробуйте. Господи, это просто нереальная вещь. Хотел взять соевый соус, но не хочу, потому что Hot and Spice, он куда вкуснее. Знаете, такой очень странный день у меня. Много непонятных разговоров по телефону, много бесед, много какие-то непонятные люди. Не непонятные люди, а люди, которые меня, вы знаете, немного, вернее, очень сильно напрягают. У меня есть друг. Не могу сказать, что это мой хороший друг. Я так и не могу сказать про него. Норвежец. Живет в Норвегии. Норвежец живет в Норвегии. Остренько. С севера Норвегии. Переехал в Госло, наверное, три года назад. Гей. Ну, знаете как, все геи лезут в эти, в столице, все геи лезут, лесбиянки, в большие города, потому что в маленьких городах просто реально сложно устроить себе личную жизнь. И вот у него социальный инкзайд. Он социально, он боится общаться с людьми. Но это только в Норвегии. Единственная страна в мире, где социальная, сложная социальная адаптация считается причиной, почему люди могут не работать и получать пожизненную социальную помощь. Получает он, значит, порядка двух тысяч евро. Плюс у него с нулем процентов ипотека, где гарантом выступило государство за свою эту квартиру. Ему, значит, даются у них, у таких людей, на данный момент, по крайней мере, насколько я знаю, 2 миллиона четыреста тысяч норвежских крон, минимум, максимум, за что ты можешь купить недвижимость, до которой гарантом выступает государство, и ты выплачиваешь с нулевой процентом ипотеку с социальной же помощи, которую тебе платит государство. Понимаете, вот такое там, да? Вот, это можно в Осло купить или однокомнатную квартирку метров на 45-50. Ну, да. Или это в пригороде будет, опять же, квартирка чуть побольше, или это будет в ближайших городах от Осло, наверное, дом. Достаточно большой. Мой дом стоил 280 тысяч евро. То есть, около 3 миллионов, наверное, трон от Осло. Ну, это было 40 минут езды от Осло. Там было, сколько там было метров? Наверное, 400, что ли, квадрат. Ладно, неважно. Знаете, человек позвонит мне сегодня, я сейчас собираю, сейчас 22-14. Собираю, значит, накладываю макияж, звонок от него. Это лично недовольная рожа, все такое, ах, все так плохо, все мне так это. Я слушаю, слушай, чувак, знаешь, у меня вот реально сейчас ноль толерантности к твоей херне. Что у тебя произошло? Ты знаешь, вот я только проснулся, я говорю, да я вижу по твоей сонной роже, что ты только что проснулся. Восемь в Норвегии или девять, да, ты только что поднял пердак с кровати. Знаете, я не люблю настолько трудней, понимаете, вот настолько трудней, я не люблю. И говорят, вот это вот поколение норвежцев, которое сейчас, оно просто очень сильно расхоложено государством, которое оплачивает все, ноль амбиции у людей, у людей ноль амбиции. Ты знаешь, что как бы сильно ты не упал, тебя государство поднимет. Всегда подхватит под ручки, всегда такое было. Вот, вот, всегда, вернее, есть вот это состояние вот у этого поколения людей. Я говорил с людьми, с ряшками, которые в 70-х у них было 18-20 лет это было, вот тогда, в 70-е годы. Вот они, помнишь, такое нищета. А потом начался нефть, бум, и все. Золотые зарплаты, золотые пенсии, где люди просто сваливают на Канарские острова после достижения пенсионного возраста. и в гольф играет. Но это ладно, мы сейчас просто говорим про трудник, это меня просто немножко выбешиваю. Вот, не могу никого найти, не знаю, чем заняться. Я говорю, ты понимаешь, у тебя на халяву квартира, на халяву, ну считайте, человек может работать, человек просто боится толпы. Ладно. То есть в Германии тебе не дадут социальное пособие, а в Норвегии тебе за это, в Швеции тебе не дадут за это социальное пособие. Ну ладно. Столько вещей, которые ты можешь сделать. Ты можешь пойти, блин, я не знаю, на курсы рисования, на курсы лепки горшков глиняных, пойти в спортивный зал и за год сделать из себя Аполлона. Что тебя держит? Я занимаюсь дома. Я говорю, ну где ты занимаешься? Я тебя вижу, я тебя вот по фейстаймингу, где ты, чем ты занимаешься? Знаете, я не могу сказать, что я не люблю людей без амбиции. Вот это я просто не люблю людей без амбиции. Для меня кажется, что где бы ты, что бы ты ни делал, всегда должны быть здоровые амбиции, всегда должно быть что-то, что двигает тебя вперед. Ты голодный, это так идет, вот это просто тема такая. Я понимаю, да камон, что не у каждого может быть рожден там серебряная ложка во рту, не у каждого есть это возможность, не у каждого что-то, но мне кажется, знаете, всегда нужно сучить ножками до последнего, потому что, блин, просто расслабить батоны. Понимаете, знаете еще какой момент, что когда ты ничего не делаешь совершенно, тебе, ты вываливаешься настолько, ты атрофируешься социально, в принципе, ты атрофируешься физически, что тебя вообще в принципе сложно взять и начать вообще что-то делать в этой жизни. Чем дольше ты избегаешь социума, чем больше ты лежишь около телевизора, тем сложнее себя поднять и, знаете, вот чтобы началась вот эта вот рутина, понимаете. Лень это страшная вещь. Это болото, которое засасывает, вот клянусь. Знаете, вот как бы Нихайли блогер, который ни хера не делаю, да, вот Анетта, у нее сложный канал, она ходит по секонд-хендам, выбирает интересные люди, там, кошель, дизайнерские вещи, что-то такое, и делает раз в неделю вот это вот на продажу в своем магазине в Инстаграме. Вчера она выкладывает очередное видео, я люблю у нее эти вот видосы, где она свои находки в секонд-хендах показывает. Вчера выложила вечером, я захожу на ее, значит, YouTube, захожу на ее Инстаграм, и, господи, я, знаете, вот я просто у меня мурашки по коже, потому что я вижу, что человек один. Вы знаете, вот сам создаешь себе работу, вот сам создаешь себе, ты считаешь, что вот я должен сейчас этот день провести, снимая этот видос. И ты понимаешь, что у нее сколько, блин, отдельных кадров, отдельных этих связок, и потом все это сфотографировать, выложить в интернете. Вы знаете, у нее выложить видос плюс в ее Инстаграм, это, наверное, уходит часов в 6-7. Вот мне нравится, когда люди даже вот есть вот что-то, да, они делают себя занятыми. Это вызывает уважение. Это вызывает уважение. А просто лежать на это и получать социальную помощь от государства и ныть потом, как всем друзьям по фейстайму, что у тебя жизнь не удалась. Все мысли уже о переезде. Я говорил с сестрой, с одной, со второй. Все меня поддерживают, все, да, 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 молодец, молодец. Знаете, надо не то что заняться с собой, пристать бухать, переехать. Год же пропустил. Год провел один. По трахушке не будем брать в это, в, в, как ее, в, не будем рассматривать. Мы не будем рассматривать какие-то флирты, которые не удались, какие-то свиданки, которые не удались, что-то такое. Знаете, не было ни разу такого, что пошел на свиданку, да, может быть, к чему-то это потом привело и что-то такое. А не было такое, что да, вот этот мужик, на котором я сам лесу, это. Знаете, все было не то, не то, не то, не то. Не потому что я такой прям сложный-сложный, а потому что мне тут ничего не надо. Просто чувствуешь, нет, это не твое. Это не твое. Знаете, я клянусь, у меня раньше была такая тема. Чем старше ты становишься, тем тебе кажется, что сложнее будет устроиться личная жизнь. В гейм мире это всегда так, о боже мой он старый, о боже мой он то, он боже мой... Вы знаете, чем старше становишься, тем больше молодых обрывают тебе все соцсети. Понимаете? Я не говорю, что это фрустрация у меня по этой причине. Я не говорю, что у меня по этой причине, о боже мой, почувствуйте мою боль. Но ты понимаешь, что если сейчас садешься с каким-нибудь 23-летним, 25-летним, да, тебе, во-первых, придется оплачивать все счета, потому что человек хотя бы даже не будет просто достигать твоего уровня. Мне хотя бы, чтобы, знаете, у меня в идеале такое, чтобы человек был моего уровня дохода, моего уровня месячного бюджета. С молодыми такого не будет. И с молодыми, вы знаете, здесь какой страх у меня. Небольший, такой подсознательный. С молодыми у меня я не верю, что мы можем прожить всю жизнь вместе. Ну, не верю я. А такие ощущения, что там пять лет просрется, да, человеку будет только тридцатник. Еще вся жизнь впереди, понимаете? У меня сейчас реально каждый этот, каждый день на счету. Но тоже неправильный подход. Потому что если я сейчас буду прямо выбирать логично, ведь никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Правильно? И это факт. Здесь нельзя включать логику. Надо просто брать и пробовать. А в то же время ты понимаешь, что если у тебя в голове это не работает, что возможно ты просто заранее будешь просто... я боюсь потерять время. Вы знаете, ты когда теряешь время молодыми парнями, ситуация в том, что возможно есть где-то действительно вот твое, но ты просто занят, когда в паре, да? Ты вроде как не встречаешься ни с кем, а может зря. Понимаете, вот у меня сейчас начинается такая нездоровая прагматичная логика, которую я... Ну окей, а в то же время не было такого у меня, не было такого, чтобы прям блин снесло мне крышу и бабочки в животе. Такого у меня тоже не было. Поэтому знаете, особо так форсировать то, что было тоже может не нужно. Ах, помню, когда выбирал же эту квартиру здесь в этой... в... Балапештин, приезжал ко мне друг из Нарвегии. Друг, друг, знаем много лет, мы решили, давай попробуем. Вот давай попробуем. Че нет? Друг друга давно знаем, давно, он давно ухлестывал, у нас все такое, да? Давай попробуем. Типа давай вот поедем по Европе, по путешествиям вместе, это лето нам покарит. Окей. Понимаете? Красивый, молодой, норвежец, плечистый, все и так, все нормально. Вот, понимаете, встречаемся в Праге, ты понимаешь, блин, вот у меня в Ослое ничего не получилось, да? И здесь ничего не получится. И вот мы были друг, как дружок с дружком. Вот только так было, вот знаете, ничего не было такого, ни к чему это не привело, абсолютно. Ехали как попробовать, а вдруг что-то получится, да? А вдруг вот это что-то будет, вот оно, да? Знаете, если первое впечатление не работает, если вот это первое попытка, которая была несколько лет назад, не работает, а то еще вот было попытка до моего первого, до моего последнего мужа. То есть года. Ну, человек вот такой, он не приставующий, не прилепившийся, а вот он всегда вот был, вот где-то на задворках моей жизни, понимаете? приехали, ничего, вообще вот просто брат с братом. Понимаю, нет, если не твое, даже спустя годы, это не твое, если нет такого, что физически не нравится, еще что-то. Знаете, мне твое. Я обычно не циничный человек, еще он здесь прям сидел, чуть ли прям не прием в тиндере болтался. человек не воспринимаешь вообще никак, кроме как друга, хороший друг, есть о чем поговорить, есть на него, как рассчитывать, да? То есть, вот такая тема есть. Ну вот, ну блин, ну не больше, ну не больше. Не больше. Я верю, знаете даже во что? Есть такая тема, что да блин, кто так чистит креветки, что остается партик. Встречаешься? Твое. Секс замечательный. Все, 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 просто обалденно. Все. Надо ковать железо, пока горячо, потому что такое понятие, как передержишь. Передержишь все. Даже самое, вот такое, что изначально было, оно не будет работать. Если передержишь, понимаете, нужно брать и работать сразу, а не ждать. Не включать логику, не включать резон. Если твое, надо сразу брать, потому что передержать можно сразу. Это, знаете, это немножко заниматься сексом с друзьями, только наоборот. Вы начинаете вроде как не как с друзья, а потом переходите в друзья, и опять все, все, отношений быть не может. Я не верю в такое. Давай сделаем так, что если до 45 мы оба не будем в паре, вот тогда мы с тобой поженимся. Такое делают и мужчины с женщинами, и женщины с мужчинами, и геи с натуральными девушками. Знаете, вот если ни ты, ни я не найдем кого-нибудь, вот до 45 мы с тобой сзади в пару. Ну что за бред? Да блин. Понимаете, я не верю в лимиты, как ее, возрастные при создании пар. Лучше поздно, но будет твое, чем ты будешь ждать, блин. И вернее, заранее себя настраивать на то, заранее настраивать себя на поражение. Вот этим заниматься нельзя, ребят. Кайф. Есть у нас блогеры, мужчины, которые любят мужчин. И один, и второй. Для меня секс сейчас на 55 месте. Ох, я решил, что нет, никаких мужей мне не надо. Это знаете, вот ты слушаешь и думаешь, закатываешь глаза и понимаешь, господи, это из той серии «А почему ты замуж не выходишь?» «Нет, нет, нет, я пока, пока я не хочу». Да тебя не берут. Не надо врать себе и своей аудитории. А просто надо брать и немножко работать над собой и приводить себя в витковид. Вы знаете, я сейчас не обсираю никого, а я говорю, как зрители. Как зритель? Не верю. Я не верю. Если у тебя есть вот возможность там устроить себе пару, что-то, что-то, ты об этом не говоришь. Или об этом говоришь и говоришь, как оно есть, а не то, что «Ох, сейчас я не люблю заниматься сексом». Да тьфу, с тобой просто никто лежать не хочет, реально. Вы знаете, не злой, но я не люблю, когда мне лапшу вешают на уши. Не люблю. Такого делать нельзя. Господи, как мне креветки залетели, если бы только знали. Кайф. Самый шикарный соус чили, который вообще пробовал. Господи, не знаю, что такое, но он очень-очень острый, очень-очень вкусный. И потом еще знаете как? У меня сейчас еще такая ситуация, что я подсознательно настроился на то, что я все равно переезжаю. Сейчас все тиндеровские свиданки, все-все-все, все на паузе. Все сейчас на паузе. Сейчас не до этого. Сейчас нет смысл, вы знаете, руки на свиданку и чтобы сейчас все завертело закрутилось, и ты понимаешь, что через полтора месяца уже квартиры нет. Все, сдана. Ну, знаете, в Будапеште весело провел время. Это сто процентов. Будапеште провел замечательное время. У меня не было в Милане так весело, в Милане не было так гармонично и хорошо, как Будапеште. Чистая правда. Господи, какие вкусные были вот этот коктейль из креветок. Боже мой. Восхитительная еда. Поэтому, знаете, так сказать, ой, боже мой, я пожалел о том, что поехал в Будапеште ни за что, ни под каким видом. Обожаю свое паузе. Вот это вот время, которое я провел в Будапеште, я его обожаю. Было просто восхитительно. Такое сегодня, знаете, полет мыслей было во время мукбанга. Хорошее настроение. Худею. Перестал бухать. Не могу бухать, потому что у меня сейчас две недели. Одно дело, значишь выше, а второе дело, конечно, пересадка через две недели и нужно за две недели не пить вообще. Огромное спасибо всем, кто поддержал меня после моего видео, которое вышло в пятницу, после моего каминг-аута. Огромное спасибо всем за искренность и вы знаете, в итоге это показывает одно, что не важно, кто с кем спит. Если есть коннекшн, если есть вот эта вот связь, она есть. И не важно, вот личная жизнь никого, кто по эту или по другую сторону экрана. Огромное спасибо всем за любовь и поддержку. Сейчас у меня эта неделя будет такая сумбурная, у меня послезавтра приезжает сестренка, очень хорошо проведем время, до 22-го здесь в Будапеште и потом после 22-го у меня сейчас не хочу забегать вперед, но у меня есть кое-какие планы и все, я уже собираюсь и после 22-го там остается опять неделя и у меня уже пересадка волос. Я не знаю, как мне надо наперед наснимать, конечно, видосы, чтобы мне быть вообще в невменяемом состоянии, потому что ну, или в бандане снимать, не знаю, господи, что не первый раз я сейчас такое делаю. Вот. Конечно, еще до сих пор, знаете, вот под впечатлением в числе, вот сегодня выложил, то есть вчера в сайте на влоговом канале видео о идущей к черту, да, о документалке про экстрасенсов вообще для меня. Мне, знаете, писали вот опять под этим же комментариям, под этим же, под вчерашним моим видосом на влоговом канале комментарии, там я работаю на ТВ, редактором, я знаю, что это все чушь, я у него спрашиваю, ну ты мне хоть скажи, ну неужели вообще на все 100% ни единый человек не имеет ни одного процента, блин, возможности, ну как вот выше, вот это, вот, ну не верю, что, ну я окей, я понял, это развод, я понял, что да, это все, блин, шоу, я понял, я понял, ну неужели за все 19 сезонов, за все эти экстрасенсы ведут расследование, ну неужели вообще ни одного человека хоть с каким-то, блин, данными, ну неужели вообще, вот, ну ни единого, я отказываюсь верить, что это, вот на все 100, не может быть на все 100 постанова, ну не может быть, должны быть хоть 2%, хоть какой-то, иначе я не знаю, во что верить больше, и знаете, читаешь комментарии под моим вчерашним видео на блоговом канале, и понимаешь, у многих вот такой ступор, как, как 19 лет мошенничества, как 19 лет, ну 19, не сколько там лет этих, пока 19 сезонов разводов всей страны, ну не может, это же мошенничество, это же подсудное дело, спасибо огромное, что покушали со мной, ребят, от всего сердца, подписывайтесь на блоговый канал, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой инстаграм, увидимся завтра на этом канале, всех хочется и на люблю, всем пока, отеля! Субтитры сделал DimaTorzok, Продолжение следует...